Меня зовут Александр Битвов, я социолог, я занимаюсь исследованными университета, интеллектуального мира и некоторыми другими, с моей точки зрения, важными сюжетами. И сегодняшняя встреча будет проходить не в привычном формате, как вы уже поняли, лекционном или даже семинарском. И основой этой встречи будет выступать своего рода вовлеченная ваша практика. То есть мы с вами будем осваивать метод диагностики социальной и отчасти такой драматической терапии не путем изложения и запоминания, а путем совместного участия. Это метод, который был изобретен Якова Морена. Морена не был социологом в строгом смысле этого слова, но ему предложат несколько важных понятий, которые впоследствии были усвоены социальными науками и практикуются в том числе клиническими психологами, групповыми или организационными консультантами. Вероятно, вы все слышали о методе социометрии. Принцип социометрии или метод социометрии заключается в том, что люди выбирают или отвергают друг друга в группе на основании исключительно каких-то своих интуитивных смутных предпочтений. И благодаря тому, что группа в каждой группе сообщает о своих предпочтениях или отрицательном выборе, можно составить своего рода социоэмоциональную структуру группы, создать представление о социоэмоциональной структуре группы, которая не обязательно будет соответствовать каким-то институционально заданным моделям и образцам. И, как обнаружил Маэна, любое сообщество, любая сеть, любое социальное образование содержит две структуры. Формальную, та, которая закреплена институционально или в моделях формального лидерства, и социометрическую, то есть ту, которая основана на взаимных симпатиях и отталкиваниях, и которая составляет некое скрытое основание, некий скрытый механизм социальных взаимодействий, помимо, вне институциональных каналов. И вот это его открытие, одно из открытий в рамках его метода, послужило основой к тому, чтобы поставить вопрос о том, а как же на самом деле происходит взаимодействие в обществе, и как можно эти взаимодействия оптимизировать не с точки зрения какого-то внешнего заказчика, какого-то высшего разума или административного интереса, а с точки зрения самих людей, чья спонтанность, взаимные симпатии, антипатии, готовность с кем-то сотрудничать или, наоборот, ощущение того, что из этого сотрудничества ничего не получится, почти всегда ограничены некоторыми институциональными рамками. И если вы успели посмотреть фрагмент из книги Лейтс «Психодрама», где как раз излагается один из результатов такого эксперимента, Морена, этот взгляд на общественные отношения становится понятным. Я проиллюстрирую это примером из университетской жизни, поскольку у Лейтс речь идет о колонии для несовершеннолетних девушек, которые содержатся в условиях, конечно же, принудительных и очень ограничивающих их жизни. Университетская жизнь кажется в этом отношении гораздо более свободной, но если мы с вами посмотрим на то, как формируются взаимные симпатии и антипатии в рамках университетского, например, университетской группы, студенческой группы, или на кафедре, мы, конечно же, сразу обнаружим ту напряжение или ту двойственность, на которую указывал Морен. И думаю, если вы сейчас вспомните, как формировалась ваша студенческая группа, мы сможем сразу выделить, по крайней мере, два типа. Один тип более везучий, что ли, а другой тип обычный. Вот везучий тип — это когда группа набирается на основании взаимных выборов студентов. Студенты собирают и спрашивают их, с кем вы хотите учиться в одной группе. Вот, например, в моей группе было так. Почему? Потому что это был последний год, когда мы ездили на картошку. И мы все успели познакомиться на картошке, и администрация факультета сказала, ну, раз вы уже все перезнакомились, давайте создавайте группу, записывайтесь в учебную группу сами. И благодаря этому в группу попадали люди, которым уже было о чем друг с другом поговорить, было где друг с другом пить и так далее. То есть группы довольно сильно дифференцировались по интересам, и это было неплохим спасением от весьма посредственного качества образования на факультете, куда я поступил. Но очевидно, что часть групп формировалась по остаточному принципу. Люди, которые не выбрали друг друга, записывались, как бы уже администрации факультета, в учебную группу номер 4, номер 5. И кроме того, те, кто не съездил на картошку и не успел пообщаться друг с другом в режиме неформального общения, взаимного спонтанного выбора, оказывались на пути очень долгой интеграции в уже сложившиеся группы. Университетское пространство уже с самого начала, по крайней мере, студенческое пространство, было структурировано вот этим фактом предварительной встречи, знакомства, взаимных симпатий и антипатий, которые затем отвелись в студенческую учебную группу, и институциональной логикой, которая была наложена сверху на них, и в некоторых случаях препятствовала, скажем так, безболезненной интеграции новичков в студенческие группы, или же каким-то образом деформировала вот эти первоначальные ожидания, первоначальные симпатии, сложившиеся между студентами. У вас вообще по какому принципу шел набор группы? Вернее, как складывались учебные группы? Был вот этот первый сценарий, когда вы сами друг друга выбрали? Или у вас все механические получили? У вас не было картошки. Я хочу сказать, что по-моему картошка была только у меня, может быть, у вас еще была картошка? Картошки? И у вас тоже записывались группы по... У нас всех отправили, конечно же, как бы громадной вот этой вот толпой, но приписка к номеру группы у нас уже была, когда нас направляли на картошку. А потом свобода выбора давалась уже просто, можно было переходить из группы в группу, потому что картошка, конечно же, давала, в общем, прекрасный опыт. А потом у нас было на третьем курсе и на втором распределение уже по специализации, то есть в кафедре общей физики, кафедре теоретической физики, кафедрографии и так далее. И там уже объединялись и дружеские, и какие-то карьерные там соображения. Совершенно. Да, но опыт картошки, конечно же, я просто считаю, что жизнь у вас лишила важного опыта. Слушайте, мы в опасном направлении движемся, такие вот, знаете, клуб ностальгирующих картошечников. Не будем этому направлению придерживаться. Тут как раз это очень важно, потому что вы заметили дальнейшее логика включения в карьерные какие-то модели, ожидания, связанные с работой, с рынком труда и так далее, они действительно переструктурируют эти симпатии, антипатии, сталкивают нас с новыми людьми, заставляют делать взаимные выборы, но эти выборы всегда ограничены или нагружены какими-то новыми мотивами, которые уже не опираются на то, что Морено называл психоэмоциональной структурой индивидуя, психоэмоциональной структурой социального атома. Я сейчас не буду углубляться в эту терминологию. Здесь более важно другое для нашей встречи, что если мы рассмотрим под тем же углом зрения, например, кафедру, мы, конечно же, обнаружим, что кафедра — это место, где встретились преподаватели, совсем не обязательно симпатизирующие друг к другу как индивиды изначально. Да, они встретились в этом месте, потому что включились в разное время, в разных точках, в разных обстоятельствах работы институционального механизма, в работу, в вращении этих шестерней, которые перенесли их вместе на данный момент, включив, превратив в состав кафедры, в корпус, в профессиональный корпус факультета. На это накладываются обстоятельства последних лет. Университет подвергается перманентной реформе. Это означает, что условия найма, условия организации собственной жизни, ритму жизни подвергаются постоянному переструктурированию. Это, конечно, очень сильный стресс. Университет это добавляет университетским работникам в ситуации растущего объема отчетности, растущей нагрузки, необходимости проводить дополнительные мероприятия, которые включаются в отчетность и так далее, и так далее. Все это добавляет ощущение того, что, и не только ощущение, добавляет некоторого опыта, переживания университета, как проблемного места. Там, где эмоции оказываются вытеснены, где они канализированы в весьма примитивной форме, где они становятся скорее помехой на пути работы вот этого отлаженного аппарата, который должен производить компетентности, пункты, баллы, отчеты, кредиты и так далее. И вот в этой ситуации, с одной стороны, для вас как студента, с другой стороны, для части из вас как преподавателей, университет становится все более и более проблематичной структурой. Там, где актуализация вот этого психоэмоционального взаимного выбора или ощущение того, что вы действуете, исходя из каких-то собственных предпочтений, актуализируя какие-то собственные желания, влечения, становится все менее ощутимой. И по мере бюрократизации университета, по мере перерастания университетских отношений в индустриальное, в том числе в отношении студентов к заведению, вот эта психоэмоциональная структура университета оказывается достаточно сильно кородина. Так вот, задача сегодняшнего нашего мастер-класса – это попытаться заново актуализировать наше личное отношение к университету, наше переживание к университету, и, возможно, заново его реконструировать. То есть не просто проиграть за 10 минут, 10 лет опыта, который есть у каждого из вас, но, может быть, не у всех есть 10 лет опыта, да, у кого-то меньше, соответственно, 5 минут за 5 лет. Но смысл не только в этом. Принцип социодрамы – это также возможность создания некоторой дополненной реальности. Мы можем продлить в нашем взаимодействии те намерения, те ожидания, те эмоциональные состояния, которые нереализуемы или еще не реализовались в настоящем, но могут быть реализованы здесь и теперь. Поэтому один из главных принципов социодраматического взаимодействия – это принцип «здесь и теперь». Здесь и теперь наша реальность. Мы действуем спонтанно, мы не задумываемся о том, какие последствия это может иметь. Мы пытаемся сконструировать некоторую реальность, которую мы проигрываем искренне и энергично, собравшись вместе. И после того, как мы ее проиграли, пытаемся отрефлексировать, пытаемся понять, что же у нас получилось. Да, то есть мы опускаем себя. И вот это один из основных принципов, который позволял Морено и его последователям говорить о социодраме как о театре спонтанности. То есть мы заново высвобождаем вот эту эмоциональную творческую энергию, которая у нас есть, но которая скловано или переформатирована социальными институтами. Мы проигрываем социально-институциональные ситуации, доигрываем их до того состояния, в котором они, может быть, в настоящем не находятся, и смотрим, что же получается. Например, нам не нравится ситуация в университете, мы проигрываем университеты, можем вообразить себе университет, не просто вообразить, а проиграть его, таким, каким нам хотелось бы увидеть. Нам нравится университет, мы проигрываем какие-то конкретные ситуации и смотрим, в какую сторону нас эти ситуации ведут и так далее. То есть социодрама — это возможность прожить в некотором смысле дополнительные измерения собственной жизни здесь и теперь. Вот если коротко, то есть для чего можно использовать социодраму. Есть множество разных приложений, есть попытки или не попытки, а весьма развитые направления социодрамы или психодрамы, работы с индивидуальным опытом, созданием группы или с терапией группы и так далее. Но наша цель сегодня не в этом. Наша цель как раз в поиске какого-то каких-то внутренних напряжений или пружин, или потенций, или влечений, которые связывают нас с университетом и которые мы можем раскрыть, которые мы можем друг другу поделить. Одной из хороших техник в любой терапии, в любой групповой работе является обращение к темам. Несмотря на то, что социодрама — это не телесная ориентированная техника, само раскрепощение телесное позволяет действовать более спонтанно. Вот что я вас попрошу сейчас делать? Вот возьмите, пожалуйста, мои руки, подержите. Все? Нет, нет. Я сейчас расслаблюсь. Да. Нет, чтобы не упал. Что вы чувствуете, держа мою руку? Нет никакой границы, жесткой границы, да, какой-то непроходимой, которая отделяет возможность что-то придумать, помыслить и возможность действовать. Здесь и теперь. Ты знаешь, что в группе немецкого изгра основная преподавательница, куратор — это панк. Я просто слышала о том, что ее собираются уволить. Она очень адекватная, с ней студентам очень нравится. Мне жаль, что не попала в эту группу. Она выглядит очень необычно, то есть у нее часть головы выпрятая, и у нее постоянно довольно, ну, очень заметный макияж. Не знаю, что это одно дело, с другое дело, что с ней очень здорово. Общаться было с студентами, они не хотят, чтобы их преподавательницу забрали, но вот есть такие условия, видимо, потому что она стала Новый год. А вы можете, вам будет интересно сейчас пообщаться с Мисс Стивенс? Да. Здесь есть Мисс Стивенс? Давайте я буду. Мисс Стивенс! А во-первых, где я? Где без Стивенс? Уже в туалете. Ты сейчас находишься. Запустим, я иду в туалет. Тут туалет не сидел. Какая встреча! Закройте дверь! Где еще встреча с уртого человека? Я мой урокер. Меня зовут Соня, я из параллельной группы. Хочешь с нами учиться? Да. А может, я в реке вашу руку? А может, как вы, значит, в реке, где-то здесь, в деканате? А я просто слышала о том, что вас хотят уволить. Привет. Привет. Скажите, ректор, почему хотят уволить Мисс Стивенс? Вот посмотрите на Мисс Стивенс. Просто прыгнуйте. Ирокист выбрала твоя голова, я не шума. У вас с бритые брови. А что это мешает обучению? Это последняя капля... Мисс Стивенс, вы, если педагог, вы понимаете, что вы не только машина, которая поставляет какой-то материал кому-то. Вот именно. У меня есть душа. Вот в этом я раза в два на дню сомневаюсь. Вы хотите сказать, что я бы продала душу сатане? Не, на самом деле, я считаю, что ваш... Я думаю, вы устремли аукцион. Аукцион? Не знаю, что такое аукцион. По-моему, это группа какая-то. Ну, не соль. Ну, мы хотим вам дать шанс как-то найти компромисс, что ли, между вашими устремлениями по-моему. Да, давайте. Потому что, ну, вот хотя бы... Хотя бы порнофильмы, но... Вы хотите прослушать порнофильмы? Нет, я только за, просто люди... Я не за себя волнуюсь, я за студентов волнуюсь, они будут... Порнофильмы будут крикать от сессии. Вы думаете? Вот стоит студентка, которая хочет учиться у меня. Да, да. Она заметила, что у меня порнофильмы написано? Ты заметила? На самом деле, я знаю, что порнофильм — это группа, которая выбрала это название как раз, ну, в критическом плане. То есть, это не значит, что они любят порнофильмы, наоборот. И я считаю, как студент, я слышала от студентов другой группы, что Мистелец отличный, во-первых, профессионал, и у нее много опыта, и она может его передавать адекватно, и использовать современные какие-то методики. Вообще, с ней здорово общаться. Поэтому я хотела учиться с ней, потому что, ну, это здорово, когда налажен контакт между студентом и преподавателем. Мы понимаем, что Стивенц замечательный специальный сотрудник. Мы просто хотим, ну, чтобы худо-бедно соблюдать какие-нибудь такие условия, ну... Учебного заведения, все же таки. Можно пойти? Я тут вопрос хотела задать. А, Мистелец! О, привет! Слушай, как у тебя дела? Как ты это... учишься как-то... прошла тема? Я сдала экзамен. Да, опять, чувак! Вот, примерная ученица. Вообще, на самом деле, у меня все примерные ученицы и ученики. Я по ее лекциям сдала экзамен. Да, я еще разомнила. Спасибо, давайте форсируем немножко этот конфликт. Вы собираетесь уволить инстинкс? Я не настаивал на этом, но я бы хотел соблюдение какого-то... Я думаю, что... Давайте апреляшем, будет голое колено. У нас вообще-то в стране свобода слова. Свобода слова не означает, что каждое слово, кроме слова из трех букв, можно писать на каждом заборе. Каждому учебному заведению. Пишу на себе, что хочу. Я не вижу вообще в слове из трех букв ничего плохого. Даже если оно будет написано на двери директором с дефисом после слова «деканат». Спасибо. Позитивисты, да? За кого? То есть, не Стивенс или за декан в этой ситуации? Вот я как бы идти по столу, и для меня как бы нет разницы, уйдет не Стивенс или она останется. И мне этого ничего не изменится. То есть... Я вспомнил все деканаты, которые я знал, вдруг я увидел, что этот деканат ничем не отличается, он излишне жесток, и даже злобен, я бы сказал. Но когда я увидел мисс Стивенс, я понял, что деканат это не что-то в стране с ней. И я вообще перестал понимать, где я. То есть в моем мире это не университет уже. Если ректор, он, ну как бы, может, так сказать, шевелить, 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 он как бы настоящий ученый, а не просто убогий администратор, он может, так сказать, эту мисс Стивенс выставить как большой алмаз в вашей короне, уважаемый господин ректор, и просто-напросто ей нужно этой мисс Стивенс придать нужную огранку. Ну вообще, можно, с одной стороны, посмотреть на директора, то, что он прав, потому что преподаватель должен вести себя в сдержании, а с другой стороны, преподаватель прав, потому что он нравится всем студентам, и студентам всем интересно. А если студентам интересен преподавателем, то они будут все учить и все будут знать. То есть методы преподавания гораздо важнее, чем внешний вид того, наоборот? Хорошо. Вообще, это мисс Стивенс, на самом деле, она конец оборзела. А мало того, что весь пол мне своими брендерами в черных волосках оставляет регулярно, еще пучками в саре нерадическом. И вообще, ну что за мания писать три буквы, вот, где надо? Вы долго рассудите. Отдирать-то мне, опять же. Ну, нарисуй-то себе это на обоих ходил. Если тебе нравится. Вы его не делаете, образ парка. Почему рисует именно Мисс Стивенс? Это меня подставили. То есть, он дико на отрисует? Да. Я студент-гланд, который тут шуткурит в туалете и наблюдает происходящим. Я всегда знала, да, что мисс Стивенс после никого нет, так что, скорее всего, я буду кулю и пойду. Студент в женском туалете. Тут мисс Стивенс. Нет, студент-гланд. Это жизнь. Вообще, мне очень интересно, чем кончится конфликт, но я, конечно, мисс Стивенс. Мне кажется, Деканат представляет такую стандартную машину, образовательную. Допустим, мы слышим о каких-то новых технологиях. В методах обучения Деканат, либо директор школы, он говорит такой, идите нафиг, мы будем учить, как 200 лет назад учились. И пофигу, что у нас есть эти технологии, новые методы обучения, мы будем все делать по старинке. Деканат, скажем. У нас есть прогрессивная инициатива, нужно запретить все студенческие самоорганизационные группы. Ну, потому что в 15 веке, на что мы сейчас ориентируемся, наше государство, правительство, надо, ну, идти в ногу с... С 19 веком. Ты, Сазар, скажешь. А что будет вместо этого? А, а, нет. Что вместо этого? Для тех, кто не согласен расстрелять. Ну, собираете штраф или... А, обогащение. Вы не знаете... С одной ресурсом. Сейчас в подвале не пришлось. Возьмем худшее от каждой эпохи. Здесь наметились сразу несколько драматических линий, начиная от организации тюрьмы в подвале, да? А, что будет, да? А, что будет, да? У нас есть митинг в защиту мисс Стивенса. Вот так, сейчас давайте соберемся и пойдем митинговать. А что мы будем делать? Отлично. Предлагаю натянуть штаны мисс Стивен, сдавался. Сейчас. Давайте вернемся к действию. То есть, и деканаты, и мисс Стивенса, и все примерно представляют себе позиции друг друга, да? Начиная от недоумения, заканчивая радикальными инициативами. Давайте все это превратим в действие. Создавайте митинг. Кто со мной? Что происходит в деканате? Наше конструктивное предложение — обсудить коллективный вопрос о введении формы в университете. Поскольку университетский состав это позволяет. Я вам не помешаю? Дорогой, ты уже трупы не берешь. Алло, Павла. Когда домой попадешь уже? Давай, сюда ты такой. Я больше так просто не могу. Что это происходит? Милая, ты не вовремя. А ты трупы не берешь? Что мне остается делать? Подожди меня, пожалуйста, за дверью, хорошо? Мы никого не хотим дискредитировать. Мы хотим так называемый консенсус, и мы хотим общее мировое решение. На нас уже поглядывают сверху, и тем, кому сверху эта вся ситуация не нравится, мы хотим это разрешить как можно скорее. А что им конкретно не нравится? Им не нравится то, что... Мы конфликтуем вообще в принципе? Или я, или вы, или что? Им не нравится то, что вместо организации учебного процесса мы занимаемся, ну, в связи с некоторыми прецедентными вопросами стилистического толка. Вот, вот я там, может быть, не будем заниматься этим, а перейдем уже к обучению. Что мы будем делать и что мы не будем делать, мы решим все вместе завтра, после занятий в 18.00. Скажите, а студенты могут участвовать в чуждении? Вы должны быть, но заранее, поскольку мы не ставим вам палки в колеса, не пытаемся все это сотни раз перенесить и даем вам время, даем вам место, мы вас просим не устраивать нам пикетов, мы хотим сделать из этого обсуждение. У нас есть объявление, так как у нас есть один человек, который узнал про наш план, мы его задержали и теперь у нас в заложниках. Также у нас есть жена ректора, и мы ждем, чтобы мисс Сивенс была директором, и нам нужны деньги и личный самолет. Госпожа Кутонский, госпожа Кутонский, госпожа Кутонский, госпожа Кутонский, вот примерно об этом я говорю. Хлопок демонстрации, свадебный пустолет. Владимир Васильевич, подпишите приказ о выводе, не срочно, подпишите, вот здесь, вот здесь он. И введение о форме тоже я все подготовила. Всем построиться! Так, не надо диктатуры, пожалуйста. Во-первых, мы вас подставили. Во-вторых... Я понимаю, что вас подставили, но я бы хотел, чтобы вы... Ага, вы только что согласились. Без таких подстановок обошлось завтра в 18.00. Потому что, если завтра проложатся какие-то подстановки, подтасовки, выкупы, угрозы и прочие государственные перевороты, то и ваш вопрос лично будет решаться насильственным образом. Мы покосили диалог. Да-да, я записала диктофор. Все, отлично. Отлично, давайте еще раз будем в шантаж. У нас здесь пишет, в интервью-деке он все записывает. Я вас поняла. Госпожа Кукушкина, госпожа... Я не сидрала, молодой человек. У нас как бы реально... Я забыл, мероприятие. И у нас действительно человек вообще-то сидит в этом... В подвале. Слушай, с объяснением по поводу вашего мероприятия, у вас что-то драма. У вас что-то драма. У вас что-то драма. У вас что-то драма. Давайте на секунду подвесим действие. Что происходит? Есть ли какой-то прогресс с подвижкой или это постоянный возврат к одной и той же модели? Все пошло не так, как на деле. Взрослые мужики с пушками зашли, а ректор их как... Маленьких детей пошел, пил. Откуда взрослые ученики с пушками вообще? Кто их прислал? Кстати, мне даже интересно будет, если кто-то... Может быть, это контрагенты самого... В смысле, не какой-то, а агенты самого... Деканата. ...директора, то есть мы никого не приглашали. Не знаю, откуда это получилось. Может быть, он хотел инсенировать радикальные действия, чтобы потом поставить их нам в прем. Просто сам Стивенс наблюдает ФСБ. Вот и все. Вы знаете, самое смешное, что ровно год назад, в прошлом летом, в Нижегородском государственном университете был проектор по инновациям господин Кендрик Варик, за которым наблюдала КГБ, которого подставил очень... Я, ну, как бы ярко подставила ведущий, который специально приехал к нему, взял интервью в кабинете. И Кендрик рассказывал, как он студентов, лучших студентов нашего университета отсылал за границу, где они должны были в Силиконовой долине получать, так сказать, новые знания и капитализировать наши инновации. После этого Кендрику было выдвинуто обвинение в том, что он мозги продает и способствует вывозу интеллектуального капитала из России. Наш ректор господин Чапурнов быстренько уехал в отпуск, выпустив приказ перед этим, что никто не должен выдавать никаких связей с общественностью официально. Это все было запрещено. Потом с Кендриком был расторгнут трудовой договор, как бы это прошло по всем средствам массовой информации, как с проректором по инновациям. И на следующий же день он занял свое тоже самое рабочее место, но он просто остался в должности советника, ректора по инвестициям. И весь департамент, который собирал Кендрик, он был просто-напросто передан под руководство уже не иностранного человека, а гражданина Российской Федерации, и постепенно с ними были расстогнуты трудовые договоры. То есть когда КГБ приходит в ВУЗ, берет иностранного преподавателя, его подставляет, и мы думали, почему Кенрика подставили, потому что хотели подставить не Кенрика, а другого проректора, который его привез. И в конце концов его таки подсидели. А давайте это разыграем. То есть вы можете смеяться, но это как-то случай, это просто вот история, которая прошла в нашем городе здесь и сейчас, прямо вот на наши глаза. Да, прошу вас, вот два агента спецслужб вмешиваются в ситуацию. Здравствуйте. 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 У нас все хорошо. Мы хотели бы пригласить вас поговорить. Да, конечно, да. Просто вот чай, вот печеньки все. Да-да-да, чай, печеньки. Потом мы хотели бы беседовать с мисс Стивенс. И, конечно, нас интересует, ваш рестор уже уехал в отпуск, или его еще можно застать в городе? Я здесь. Прекрасно. Давайте начнем сначала с вас. Прикажите, пожалуйста. Как вы считаете, как вообще мисс Стивенца оказалась в вашем учебном тренировке? Ой, история не очень понятная. То есть, ну, так сказать, не то, что я думаю, что она шпионка. Нет, она не может быть шпионкой. Какого года? Как долго она у вас пропустила? Когда же приказ-то был? Вот я даже сейчас приказа донейти не могу. Ну, наверное, вот не все ее знают не так давно. Ага. А кто ее рекомендовала? Ну, вот она как-то сама появилась. Вот я очень это понимаю. Какие-то нужно связи сжать. А у нас ведь должно быть оформлено разрешение на работу на страну, уже даже недавно. А когда было оформлено разрешение на работу? Ну, вот тоже недавно. Это все бумаги. Вот видите, столбик завален бумагами. Вот она где-то здесь, да, здесь. Алла Павловна, пожалуйста, пойдите, подготовьте нам все документы. Пожалуйста, Никита. Господин Репкар, прошу вас. Да, здравствуйте. 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 Антонина Сергеевна. Да-да-да. Я не знаю, что я рассыпаю. Коллега, может быть, вы начнете? Пожалуйста. Олег Леонидович. Простите. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы работаете? На должность директора в этом университете я работаю уже 5 лет. Поясните, пожалуйста, что вообще происходит в вашем учебном заводе? А что вы имеете в виду? Обычно там учатся. Поясните, а что делает у вас в обычное время наша жена? Мне бы признаться это самому очень интересно. Обычно она здесь не появляется. Здесь она решила в самом непосредственном состоянии. Это не достаток муманик. Самая непосредственная муманик. Смерет в секторе. Смерет в секторе. Она находится в официальном паркете. Да. Она является сотрудником нашего жена? Нет, она не является сотрудником. Она решила просто себя показать. Ранник, ну, не рискнул, конечно, ее не пропустить, зная, что она моя жена. На пропуску нет. На пропуску нет. А как вы могли отфинтеризовать вообще ситуацию в вашем университете? Это вот буквально два слова. В двух словах? В общем, так же, как сказал передо мной Алла Павловна. Все хорошо. Все хорошо. Тогда как вы можете объяснить вот некоторую нездоровую активность, связанную с преподавателем? Это как раз ситуация, которую мы сейчас решили, опять же, сугубо мирно-цивилизованным путем разрешить. Сегодня будет по насчет ее собрания. Она уже взята. Мы уже выделили время, выделили место. Все, кто хочет принять участие в обсуждении, его примут. Можно сказать, мы получили приглашение. По крайней мере, этим должно было заняться самыми стилей, если это интересно, если это неинтересно. А как вы посмотрите на предложение, на рекомендацию или у вас? Мы рассматриваем этот вариант. И, собственно, это будет один из запросов повестки нет. Мы с членами нашей семьи, со студентами, с преподавателями будем все, ну, соберемся, чтобы решить эту ситуацию мирно, чтобы потом не было возражений, не было каких-то настроений. А как вы считаете, если вы в течение недели ее уволите, ситуация нормализуется? Нет. Смотря что вы имеете в виду. Если вы имеете в виду, что Саня при полной системе сходить на один панк-минейший, да, наверное, она нормализуется. Но это привлечет за собой, в лучшем случае, скрытое возмущение со стороны большой группы студентов, которые очень привязаны к этому преподавателю. Местивец хороший преподаватель, ее любит, и мы ценим, когда этот студент любит наших преподавателей. Но что-то просто нужно сделать, чтобы прийти к какому-то вопросу. Можно я уточню? Скажите, пожалуйста, по тому, что вы наблюдаете, Дмит Стивенс является, так сказать, неформальным лидером и наканавляет в оппозиционном движении, либо она просто наоборот информационный повод, а среди студентов есть яркий, неформальный лидер, который пользуется этим поводом и возглавляет какую-то оппозицию и, так сказать, генерят опций протеста. И кто это, пожалуйста? Будьте добры, мне фамилию и список. С вашего позволения, я шагну на шаг назад относительно вашего вопроса, потому что я изначально не вижу в этом движении оппозиции. Я именно сделал все, и я считаю, что успехов в том, чтобы не разбивать университет на какие-то два лагеря. По имеющимся у нас агентурным данным, среди ваших студентов 80% это, так сказать, будущий офисный планктон, которым совершенно не интересует не вести научный учебный процесс, не извините меня, ваша жена или вы сами. И только 20% составляет более-менее активную массу, которая имеет какое-то ядро и определенных вдохновителей, которые, если вы уволите Мисс Стивенс, найдут другие информационные поводы, чтобы проявлять свое несогласие и выступать с какими-то протестными движениями. Поэтому мы просто хотели бы понять с точки зрения интереса безопасности нашего государства. Наставляет ли на самом деле Мисс Стивенс определенную угрозу? Или это просто, так сказать, раскрашенная женщина, которая пытается дополнительно привлечь к себе внимание и хороший преподаватель, который, собственно говоря, можно и оставить. А угрозу представляет из себя совершенно другое ядро активных студентов, по которым мы можем провести свои собственные мероприятия и, так сказать, их отсутствие в студенческой результуре, никто не поймет, а Мисс Стивенс может быть в такой же яркой окраске сохранить свое рабочее место, но проблемы не в ней. Коль скоро я все равно уже стал голубчиком, давайте я попробую. Я просто хочу уточнить, правильно я понял у вас вопрос. Вот если вы таким прямым текстом, вы считаете, вы уверены в том, что в нашем университете так или иначе цареет какая-то угроза национальной безопасности? И вы хотите понять, можно ли вам обезглавить только мисс Стивенс? Или нужно найти... Нам нужно найти источник опасности. Поскольку мы отвечаем за безопасность, то мы работаем с источником опасности. Друзья, давайте снова сейчас подвесим действия и обсудим. Прежде всего, ощущения вам стало страшно? Да, с позиции агента спецслужб. Ну, если я настоящий полковник АГБ, то мы отчекались, что эта проблема решается на уровне Эвелины Хромченко, Санёва Бабкина и Александра Васильева. Ректор выступает в качестве общественного обвинителя, студенты, так сказать, с защитой. И в мисс Стивенс у нас следующий героин был на приговор. И всё. И госбезопасность сидит, значит, и курит там в этих самых дверях. И если после этого очаг источника государственной безопасности будет опять проявлять себя, вот тогда мы займёмся уже серьёзно. Пока мы, как бы, не видим здесь проблему, грузы, сонуустрою и что-то похожее. Красиво. Что скажет второй агент безопасности? Ну, у нас очень опытная коллега, поэтому она вас, конечно, успокаивает. Что на самом деле обстоятельства. Походу, у нас ещё новый конфликт. С хорошей безопасностью. То есть добрый и злой. Всё правильно. Мы разыгрываем парк на сихе. Мы вскрываем подоплёку. Вот. Всё как есть. А скажу вам по секрету, декан у нас является нештабным сотрудником. Поэтому шансов нет. Из этой роли очень удивило. Это пластилиновость вообще среды. Среда сминается просто вот тут же. То есть у нас, видимо, в стране такие традиции, что какой-то вот протестный, протестного запаса прочности нет вообще. То есть всё сминается под этим вот, как вот. Госбезопасность тут же. Ну и вот. Поэтому из этой роли хотелось бы пожелать развития вот этих вот традиций гражданского общества. Спасибо. Нет, тут всё зависит от того, кто дал рекомендацию, что написано в приказе, и есть ли вообще у неё право на занятие преподавательской деятельностью. Оформлено было разрешение. Юридическое лицо платит большой штраф, и как бы вы, конечно же, не будете работать. Потому что нельзя работать иностранцам без разрешения в России, а вы допустили грубейшее нарушение, это однократное грубое нарушение, 81-я статья, вторжение, так сказать, и основные выборы. То есть всё зависит от маленькой бумажки, которую вы, дорогая Аллочка, а вы нам сейчас принести и показать. Знаете, отдел кадров, он уже закрыт. В какой-то момент могут прилететь инопланетические люди, и всё перевернётся, да, потому что я никак не ожидала, что будут какие-то агенты, там, ФСБ, или какая-то жена, то есть... У меня интересно просто то, как вроде как пространство университета такое изначально герметичное и разделённое на библиотеку, туалет, там, столовую, ввергаются какие-то силы внешние, которые оказываются не такими и внешне, скажем так. Вот это интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет! Ой, здорово! Нет! Нет! Слышь! Нет! Черт, волосы! Нет! 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 О, нет! Спасибо! Спасибо! Черт! Сначала я пытался двигаться аккуратно. Взяв аккуратно руку ректора. Бережно, нежно. И как раз вам... Снять жилетку. Мне казалось со стороны, я видела руки, которые пытались снять жилетку. По-моему, это должно было быть добровольно. Цель была, чтобы как-то ситуация развернулась. То есть, первоначально не было решения. Вышиваться, да? И именно то, что началось активное сопротивление, начали активно с визгом потянуть. Это заплывал. То есть, этот сценарий все больше на разрыв. На разрыв, на разрыв. Да и он... А что мы должны были делать, когда мы видели, как насильно стягивают весь человека? Что? Мы могли, например, подойти к агентам и попытаться войти в диалог. Мы же телесно. Телесно попытаться. Это же тоже сопротивление, по сути. Ты держишь руку, а это уже сопротивление. Погладить подъемку, например. А тут сразу началось... Отплечь. Если выясняешь. А который забыл сразу на разрыв. У меня было тоже впечатление, что лектор или спецслужбы руками лектора пытаются переодеть и снять жилетку. И я со стороны видела, как активно студенческое сообщество препятствует именно в попытке переодевания. И потом было понятно, что есть разница между полицией и спецслужбой, которая пытается переодеть, и позиции деканата, который изо всех сил тянул в двери. Так просто получилось физически, что у нас было типа трое натрия, и если бы я не сидела как рояль в кустах и не отдирала Настю от этой штуки, что как только я ей одну руку отпущу, сразу же Мисс Тивенс возвращается в университет. Как только я ее задние руки держу, значит спецслужбы ее все-таки выволакивают. Друзья, давайте еще раз эту сценировку проведем, вот мы звучали предложение им иначе решить, да, не путем полной конфронтацией. То, что можно делать, прошло. С Пашей. Ну может быть давайте не будем раздевать? Да, 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 да. А мне нравится. В смысле? Да, 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 да. Давайте будем раздевать. Куда? Один? Это модный приговор, что ли? С самого начала владея, стащить ректора со спецслужбой губернии Халченко. Чтобы он побольше не стеснялся. С самого начала владея, стащить ректора со спецслужбой губернии Халченко. Ситуация разрешилась? Я не знаю, как это разрешилась. Что-то вообще непонятно. Жена отказалась. Ха-ха-ха-ха-ха. Малый в общем нет. Ах-ха-ха-ха. Отлично. Кто что сейчас ощущает, какие ощущения у вас, Стивен? Ну мне грустно. У ректора какие ощущения? Если в первом случае я еще чего-то понимал, то здесь я просто стоял, смотрел вокруг, там одного из представителей спецслужб, коварные, хитрые девушки, начали что-то гладить, а он стоит, не сопротивляется. Здесь я стаскиваю рубашку, там стимул, а потом стаскиваю рубашку, здесь еще одна сатурница спецслужб, потому что кто-то кого-то переодевает, я стою посреди всего этого, напоминаю на другу каналию и просто ничего не делаю, я не понимаю, что происходит. Потом на меня не Стивенс, как ничего не бывало, он завязывает мою, в принципе, рубашку, а он уже так же, каким-то малым модным образом посылает, я такой, что я, по крайней мере, остался при своем, просто, прям, развивался в порядке компромиссов. А сейчас вот я не знаю, на какие уходы веселее, я даже... Мне, проще, это тайный знак поклонников не Стивенс. Отлично. Ты у нас же секрет, чувак. Они оказались очень креативны, то есть вообще едят пол ступа. Единственное, что я не понял, это вот была измена и предупреждена. Я приду преподавателем ваш университет, как-то меня выгодит из КГБ. Что скажет работница деканата? Ой, ну я солидаризируюсь с коллегой ФСБ, потому что я тоже устала красиво, у меня, наконец, новая жизнь началась. Серьезно. Мы просто чувствуем какую-то неразбериху. Но это приемлемая неразбериха? Нет. Вот для меня нет. Вот вы в таком университете продолжили бы учить? Нет. Перевелись бы? Конечно. Почему? Ну, потому что это некрасиво. Ну, это университет в форме такого формирования, новый университет. Его можно сформировать и учиться там, сделать его каким хочешь. Я вот, допустим, осталась в стороне, потому что для меня это показалось бредовым. Нет, ну серьезно. Ну, ты могла сопротивляться и... Зачем это? А я не хочу вас сопротивляться, потому что с самого начала было решено либо уводить, либо переодеть, либо оставить таким, как есть. Почему нельзя было сделать так, как, как бы, под весом, допустим, либо еще как-то? Мы хотели добиться результата какого-то, правильно? С самого начала. Почему действительно нельзя было с самого начала не сопротивляться спецслужбам? Просто вот с нее сняли шлетку, окей, она переодела, все. Мы добились результата, добились. Да, а в итоге получилось так, что тут переодели всех и начали действовать тоже всех. Разве это не результат? Нет. Ну что? А что это? Это непонятно что было. Это как раз было непонятно то, что? Со стороны это выглядело как балаган. Так, а вы объясните, не объясните, а может одна тупенька, да как, в итоге-то что произошло? Вот переоделись, а какой теперь институт? В итоге властвующие силы, то есть деканатные спецслужбы, приняли точку зрения как бы, можно сказать, низших слоев студентов и преподавателей. Да. И мне кажется, они вот так возмущены, потому что в нашем обществе это… Не говорите о них. Обращайтесь исключать. Ну, вы так это воскресенье, потому что в нашем обществе это в принципе… Нельзя себе представить… Теперь все вульгарные или наоборот? Вот в чем вопрос. Теперь все одеваются так, как хотят. И все то же самое и действительно работает, все так же вульгарно одеваются, все так же как было. Тут звучала реплика, хотят ввести форму, и для меня это как раз и разрешение конфликта с введением формы, потому что мне как студента, ну, покоробило то, что нам может сейчас форму навязывать, мы хотим действительно сами одеваться, как хотим. И было действительно необычно то, что сами спецслужбы это предложили. А как? А как? Нет, почему нельзя было решить как-то все реально по-другому. В диалоге, ты заметил, мы два часа с ректором общаемся, мы не приходим к консенсусу. Тут какой-то вакханалии, он сам не понимает, соглашается, и ему в принципе комфортно. Да, но это можно было разыграть просто по-другому. Подождите, а можно вопросик? А ректор-то вообще как бы согласен одеваться непонятно как там? То, что все его студенты одеваются непонятно как, и то, что учителя также уже все, уже не только Мисс Стивенс, а уже все как хотят. Директор не согласен с тем, что драгоценный зритель Телесную нашу импровизацию, которую можно так или иначе интерпретировать, интерпретировав определенным образом, и теперь уже словесную версию этого образа, ответственность за эту версию перекладывает на ректор, и нет, я не... Вот эту ответственность я не приму, потому что я сделал то, что сделал, я не уверен, что это значит то, что ты говоришь. Большая такая метафора, когда ректор и спецслужбы начали менять образ, таково-то бы они сами немножко изменились, готовы к изменениям, то есть они готовы вступить в диалог, менять общественные аппараты, университет, спецслужбы, в сторону повышения, в сторону демократичную, к мнению... Я хотел бы вас ознакомить против такой сверхинтерпретации, потому что агентской спецслужбы сказали достаточно ясно, что они были растеряны, но самое главное, не то, что они стали более демократичными, они стали одеваться в костюмах полосочкой, тогда это не против насилия, да, как бы сказать, вышли из ситуации насилия, и само это уже крайне важный ключевой шаг, да? Форма поменялась, да, то есть мы ушли от насилия, вот. Мы, конечно, не будем одеваться как и с Стивенсом, и это вообще ничего не значит, только лишь значит, что мы нашли новую форму, мы, скажем, управление этим сообществом молодежным, то есть перешли от жесткого формажа диктаторов, ну вот мы учили лидера и пошли с ним в контакт. И вектор продвижен, то есть он проявил тоже гибкость, то есть мы взяли ситуацию по контролю немножко продвинуть. То есть это был компромисс, но не в смысле компромисс того, что все стали... Не впустительство? Нет, конечно, то есть это переход на новые методы работы. То есть ситуация сохраняется, сохраняется взгляд на уровень необреденности, но, по крайней мере, мест фронтальности нет. Она совершенно определенная, она совершенно конкретная, то есть все, ситуация нормализовалась, но в другим мере, через вот такой критик. Кажется ли вам такое объяснение более проясняющим ситуацией или все равно вы разделены? О, да, кажется, что нет. Что скажут участники, как можно помочь прояснить ситуацию, понять лучше, как вы можете содействовать этому? Реалитик тоже. Реалитик тоже. Вы готовы попробовать, чтобы вас тоже нет? Вы все, наверное, такие фантазеры, и поэтому, чтобы вы стали с этим, мы просто более реалистичные люди, и поэтому, наверное, вы поэты. Потому что мы перекладываем на реальные ситуации. Нет разницы в уровне фантазии. Просто в пределах сценического действия вы оказались в той части сцены, где не было сосредоточено основное энергетическое, вот этот узел. Потому что это показалось не очень хорошо. Подождите, а вот вы думаете, если бы мы были участниками и нас переодели, то чтобы что-то изменилось? Давайте там перейдем. Мы не отнимаем участие в этом, потому что мне это показалось, это вообще не очень хорошо. Нет, подождите. Нет, просто нет, нет. Ты хочешь, чтобы я переодели? Да, да, да. Дайте себе переодеть. Друзья, пожалуйста, переоденьте коллег так, чтобы они подюхнули. Мы спросим, как бы изменилось что-то у нас ощущение? Да, точно. Ловче, чем сидел. Верёвочки на них прикладывали. Верёвочки люди с вами в стиле нас. Она на магическом. Чего-то не хватает? Подождите, подождите. Не стягивайте так быстро. О, как вы быстро стянули. Подождите, подождите, оставьте, пожалуйста. Я в любом случае не понимаю, что происходит. А, хорошо. Это посмешение. Помогите, помогите понять еще раз. Ну, как бы, может быть, чего-то не достаем. Это не шарфик. Можно еще что-то для вас сделать, чтобы вы это почувствовали? О, я придумала. Ощутите ситуацию. Как бы вы чувствуете? Я не понимаю ничего. Чуть-чуть иначе себя чувствуете? Нет. Ну, мы чувствуем некоторый... А вы лично? Я чувствую некоторый дискомфорт, потому что на мне не моя одежда. А кроме этого? Неловкость. Да. Что тут происходит? Вот мы стоим тут вместе, вот все. У нас университет. Университета есть какая-то идея, направленность. Мы не панк-групп. У нас есть направленность. И мы хотели, чтобы вы, в принципе, предметстрировали готовность подстроиться под эту направленность. Не будет какую-то свою линию. Потому что в противном случае вы должны будете быть в другом месте. Но, когда прошли угрозы, когда пришли спецслужбы, ситуация поменялась. У нас появилась общая угроза для нас всех, и компромисс из положения «давайте вы подстроитесь под нас», мне кажется, перешел в состояние «давайте мы как-то быстренько подстроимся друг под друга, чтобы не пришли вот они». И поэтому на мне оказалась моя же рубашка, но завязанная уже руками Стивенс. То есть я не сильно отошел от себя. При этом я снял жилетку. А она сняла жилетку. Все это подстроились друг под друга. Я немножко изменил свой стиль. Не кардинально, я не стал носить ракет, я не стал надевать ее жилетку. Я просто свою же рубашку стал носить немножко ближе к ней. Она взамен переоделась, и у нас все вырегулировалось, и спецслужбы тоже уже отказались от насилия, и все вроде бы стало Ну, по крайней мере, это просто моя позиция. Спасибо. Вам стало немножко комфортно? Да, нам немножко. Друзья, поделитесь, пожалуйста, сейчас ощущениями, уже не издоволья, а от себя. Как вы сейчас чувствуете? Я рада, что все началось с этой историей. Потому что для меня это был какой-то непроработанный опыт. Когда я училась в университете, я так и не задала этот вопрос, почему хотят уволить мне Стивенса сейчас. Получила много ответов. Только потом я уже шла переосмешать эту ситуацию. Ведь она, на самом деле, взрослая женщина. Кто ей будет вообще указывать, как она должна одеваться, если она действительно хороший специалист, студент ее любит? Для меня она была таким символом того, чтобы находясь в системе, ты можешь быть собой, действительно, и быть смелым. Мне очень понравилось преодоление пугающей ситуации с давлением спецагентов. Спецагенты приходят и говорят, что все, история закончилась. Вот как бы все, ректор под давлением, студенты готовы уйти, чтобы не подставлять студентов. Если бы мы на этом закончили нашу драму, то это было бы, конечно, поражением в смысле коллективного опыта. Что это значит? Это была бы капитуляция перед максимальной силой. И то, что мы повторно проиграли, сначала телесно, в очень спрессованной форме, проиграли и повторили эту ситуацию. И опять получилось, что мы с Дименом Суволина спецслужба торжествуют, да? Студенты отчислены. Студенты отчислены. Это вот как бы было повторение отчасти моей ситуации участия в 2007 году, 2008, в протестах на социологическом факультете МГУ. Там не было спецслужб, но, в общем, ситуация была похожа. То есть после длительной кампании деканат административно победила числа студентов наиболее активных, часть преподавателей, которые поддерживали и так далее. И поэтому для меня это тоже было важным, чтобы мы повторно обыграли этот опыт. И вот здесь, например, ваш вклад был решающим. Вы сказали, что можно вам предложить, чтобы ситуация насилия максимально не повторилась. Вы все оказались очень творческими, как бы высвободили свою творческую энергию для того, чтобы ситуация могла быть переиграна. И мы все не поняли, чтобы произошло, да? То есть как бы все... Даже Местерин сказал, что я через три секунды поняла, что я делаю сама, да? Или что я делаю сам. И это, похоже, был опыт, который переживали все. Мне тоже было очень интересно видеть, что происходит, да? И, в общем, это был такой карнавал любви во многом. Но это как раз с точки зрения реальности здесь теперь был отличным завершением социодрамы, да? То есть, возможно, что для того, чтобы это будущее наступило, потребуется десяток лет в реальности. Да, вот мы с вами с прессованным времени прожили, ну, наверное, не десять лет, но, в общем, много, да? То есть это явно там несколько месяцев. И то, как мы разрешили, это один из возможных путей будущего. То есть, возможно, что там через пять или семь лет что-то такое произойдет реально в каком-то университете. Просто потому, что мы сумели в дополненной реальности прожить это гораздо быстрее. С другой стороны, я хочу обратить ваше внимание на то, насколько оказались совпадающими перспективы взгляда на университет у вас, да? Вот, в том числе, при поколенческой разнице. Вы сказали, я узнал те ректораты, которые были мне знакомы по личному опыту, да? Вот, посмотрите, разница в возрасте, да? Я тоже узнал. То есть, получается, что университет в нашем коллективном опыте, во-первых, не слишком изменился за десять лет, по крайней мере, те структуры, которые мы с вами отыгрывали, да? С другой стороны, в этом университете, как ни странно, главное, или, по крайней мере, то, что составляет предмет нашего внутреннего напряжения, это отнюдь, например, не некая коллизия между знанием и незнанием, да? Мы с вами не играли в знание и незнание. Это в очень значительной степени некоторая властная игра, некоторая игра в подавление, игра в решении идентичности, в решении возможности быть собой, да? И, тем не менее, какие-то узнаваемые черты, вот что-то такое в этом опыте университета, о чем я говорил с самого начала, принудительное, раздрабливающее, давящее, оно присутствует. И вот мы с вами отыгрывали именно это, да? Каким образом можно жить в ситуации, когда структуры институциональные навоздают, когда они вас решают того, чем и кем вы хотите быть. И, в общем, это говорит об университете, несомненно, но это также показывает, что социодрама, как театр спонтанности, является не только способом прожить эту реальность, но также ее диагностировать. То есть мы узнали что-то в университетской структуре, что нас объединяет, и с чем мы не готовы мириться до конца в разных сетях, с разной силой, с разной генсивностью, и именно благодаря этому грамму состоялась.